Завтра, 23 мая, в Ставропольских школах прозвенит последний звонок. Линейка поздравления, школьный вальс, программа дня у ребят будет насыщенной и веселой. И у родителей, кстати, тоже. Как планируют провести завтрашний день в Совете Отцов, узнаем прямо сейчас у моего гостя Сергея Ли, зампредседателя Совета Отцов Ставропольского края. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Какие планы на завтра? Ну, отцовский патруль. Как это проходит все? Ну, эта акция была запущена в прошлом году, не только в этот день, не только в последний звонок, но еще в другие дни. Школьные какие-то яркие мероприятия. Школьный бал, да, любые мероприятия школьные. Отцы выходят на улицы города, в прибрежные территории, которые вокруг школ, и своим присутствием показывают детям, что не стоит нарушать. Вот примерно вот так вот, да? Примерно так, да. Ну, конечно, в рамках законодательства. Да, естественно. Много человек принимают участие в этом во всем? Отклик хороший? Ну, да, вот за прошлый год, ну, наверное, в нашем городе порядка 60-70 отцов регулярно выходили на улицы. Вот возле нашей школы, допустим, в Северо-Западном районе, это регулярно человек 10-12 всегда выходили и патрулировали улицу. И мы сейчас говорим именно про праздники, да, какие-то вот школьные мероприятия, события, которые яркие, где детвора идут дальше гулять, скажем так, которые под контролем. Отцы только старшеклассников или, в принципе, отцы детей, которые учатся в школе? Ну, в принципе, в зоне нашего внимания находятся все дети, потому что у нас же главный принцип – это нет чужих детей, а есть только окружение наших детей. Поэтому, в принципе, дети любого возраста, начиная от детсадовского и заканчивая теми, кто выпускается уже из учебных заведений, находятся, конечно, под нашим вниманием. Ну, не то, что под присмотром, а то, что просто мы… Под контролем, я бы сказала, под отцовским контролем. Ну, да, небольшое такое, отцовским контролем, ничего в этом страшного нет, они еще все равно дети. Спасибо большое, что вы подсказываете, да. Примерно так и есть, да, это примерно контроль, чтобы они видели, что они не чужие, что они нужны, что мы нуждаемся в них, что они нуждаются у нас, и мы всегда готовы прийти к ним на помощь. Сергей, вот как это проходит, мне вот прямо интересно, практически, то есть вы собираетесь в группы, да, в каких-то установленных местах, и, собственно, вам выделен какой-то участок, который вы патрулируете, скажем так. Ну, допустим, в прошлом году, когда начиналась эта акция, да, действительно, за нами закреплены были определенные участки, где ожидалось большое скопление детей или подростков, и где мы находились определенное количество времени, чтобы дети, видя присутствие взрослых, не совершали каких-то противоправных действий, ну, особо сильно не шевели, не гуляли. Ну, вот скажите честно, были случаи, когда приходилось подходить и все-таки вот говорить, мы видим, убирайте, забирайте? Вот таких вот серьезных, чтобы правонарушений у нас замечено не было. Мы про Ставропа и говорим имена, да? Слава Богу, да, потому что в основном у нас дети такие образованные, они видят, что находятся рядом старшие, причем они же видят, что мы с эмблемами. У вас видно издалека. Да. Вот, они обращают на это внимание и стараются сильно не выступать. Держать себя в руках. Совершенно верно, да. Я просто вот понимаю, как это все выглядит, в принципе. А время, в которое вы выходите? Ну, мы как и днем, ну и так и вечером. А, ну, то есть не только под вечер, получается, да? Ну, допустим, если это находится в Большой Скопринятии, допустим, это Консомольский пруд или там другие, там, парк у нас Центральный или Юго-Запад, там, Слава Победы, то мы периодически выходим и днем, чтобы смотреть, какая ситуация у нас в Большой Скопринятии. Да, просто тут еще такой вопрос, что многие работают, и вот как на работе, интересно, понимают, может быть, даже отпускают в этот день, потому что работодатели, они же тоже как бы родители. Ну, понятное дело, да. Иногда приходится отпрашиваться некоторым, чтобы поучаствовать в наших акциях. Но я благодарен нашему народу, грубо говоря, людям, которые отпускают действительно своих сотрудников для таких мероприятий, потому что, если бы этого не было, конечно, нам было сложнее. Вот я люблю все сравнивать. На сравнении, собственно, понятно, картинка лучше стала, хуже стала или все осталось так, как было. Перестали продавать алкоголь, да, вот в день, когда у нас последний звонок. Очень много в соцсетях обсуждения на эту тему, что кто-то готовится заранее. Вот вы, как человек, который, собственно, в этот день ходит и все видит, можете сравнить, допустим, то, что было до принятия закона и сейчас? Ну, сводка полицейская как-то поменялась? Ну, да. Во-первых, я, конечно, тоже слежу за всеми этими сводками, смотрю, какая статистика. Ну, статистика есть статистика, а то, что происходит на улице, всем бывает по-другому. Но, действительно, вот с того времени, как вступил этот закон в силу, очень многие люди перестали употреблять спиртные напитки в таком вот виде, как это было раньше. То есть большие скопления людей, бутылка пива. Ну, то есть все-таки что-то изменилось в лучшую сторону. Мы сейчас о детях говорим конкретно, да, все-таки, видимо, да? Ну, естественно, да. Я надеюсь, что и дети это тоже видят по-взрослым, потому что мы в первую очередь же показываем свой пример, на своем примере, точнее, показываем детям, как нужно вести в той или иной ситуации. Поэтому они видят, что взрослые перестали покупать в этот день спиртное и употреблять его во всех доступных местах, ну, в общедоступных местах. И тоже перестают поступать таким вот образом. Предварительно с ребятами, с выпускниками, вот советом отцов проводится какая-то беседа, что, ребят, вы приходите в школу, ну, допустим, я вот чисто гипотетически, да, вы приходите в школу, мы вот будем за вами наблюдать. Вот такие беседы проходят? Нет. Они не знают? Нет, не то, что они, они знают прекрасно, что мы выйдем, да, но именно таких вот предупреждающих бесед не происходит. Ну, а вы считаете, нужно это или как бы и так все нормально, все по контролю? Мы периодически проводим с детьми круглые столы, где мы с ними общаемся. Вот. И на эти темы тоже. То есть, как правило, дети там уже слушают и передают всем остальным, о чем разговаривали. И поэтому конкретно приходить перед праздниками и говорить, что мы завтра будем патрулировать, вы завтра не пейте или там не курите вообще в открытую. Такого не приходится делать. Дети у нас культурные, стараются, конечно, не делать никаких. Выпускной у нас, в принципе, тоже не за горами. Через месяц, по-моему, 20 июня там. То же самое, да? Такая же программа будет? Да, ну там получается только единственное, что до утра. Начиная смена? Да, на ци. А здесь не до утра, а здесь до какого-то момента? Ну, последний звонок, он не является таким вот праздником, когда дети планово гуляют до утра. Он же еще егэ сдавать. Скачает рассвет, да. Уже начинается пара экзаменов, я знаю, что 24 числа уже начинаются экзамены. Поэтому, как бы, такого массового гуляния нет. Поэтому надобности в том, чтобы патрулировать, именно до утра тоже нет. Совет отцов. В него только отцы или братья тоже могут входить? Ну, конечно, смысл какой. У нас иногда вот возникают вопросы у других там отцов, чтобы, там, когда у нас соревнования проходят или что, каким мероприятием, можно ли приходить с семьями? Или там только отцы должны приходить? У нас нет такого критерия, чтобы именно только отцы. Потому что, в принципе, любой взрослый человек, который может своим примером показать детям положительный, какие-то положительные примеры дать детям, он, в принципе, приветствуется. И неважно, отец ты, брат, дядя, дедушка. Но мамам вход воспрещен. Почему? Можно. У нас в последний раз был семейный биатлон краевой на базе школы номер 7. И там были приглашены не только отцы, именно семьи. Были, кстати, очень много было матерей со своими детьми, даже бабушки со своими, и даже братья старшие со своими младшими сестрами выступали. И это было даже очень интересно. В том году у нас стартовал всероссийский акт «Мы готовы». И на старте этой акции выступали семьи Минераловодской округа, и там тоже выступала семья, где не были не отец, мама и дети, а были дедушка, бабушка. Ну, то есть все желающие, кто, собственно, хочет присматривать и помогать. Даже вы тоже можете приходить. Ну, мне тоже уже пора, на самом деле, я же не зря все это спрашиваю. Заговорили сейчас вот о других районах края, у них вот делятся же они как бы, да, практикой проведения подобных рейдов. Ну, назовем это так, да? Все участвуют? Везде выходят вот завтра отцы? Ну... Или хотелось бы обширнее все это сделать? Ну, конечно, хотелось бы, конечно, больше, чтобы это массовее было, но те регионы, которые всегда с нами на связи, это очень много регионов, как Прансикловский, Минераловодский, вот, округ и другие еще. У нас сейчас просто есть возможность вот призвать тех, кто еще не с вами, но вот очень бы хотелось, может быть, многие даже не знают, что такое возможно, и даже кто-то захочет организовать в своем населенном пункте подобное, да, вот нас сейчас смотрят, совет отцов, да, вас найти легко? Ну, конечно. Сайт? Ну, сайта у нас такого нет, но мы всегда находимся на сайте Министерства образования, Комитета образования, и, в принципе, все образовательные школы, они знают, как нас найти, кто мы и что мы. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы все родители находили время, чтобы своим примером показать детям, что нужно быть добрее, немножко честнее, немножко хотя бы по отношению к самим себе. Сергей, спасибо вам огромное. Я желаю вам завтра, чтобы все прошло без приключений, ну, а если приключения будут, то только добрые и хорошие. Ну, и хорошей погоди, но погоды, но об этом мы еще попозже поговорим. Спасибо. Что-то там метеорологи не очень обещают хорошее. В любом случае, спасибо, до свидания.